так вот ребята мы зашли еще здесь квест проходит да и вот очень как воссоздана атмосфера булгаковской квартиры я так думаю и посмотрите кого мы видим а кто это еще к нам пришел а это нас арестовывать идут а ну-ну посмотрим еще как быстро они откроют эту дверь слушай уходим отсюда нафиг чертовщина какая-то а какой у вас стоит от двух до четырех до получается в зависимости а сколько человек примерно до 4 и тут это ретро такая мебель у вас упрямь все это не новодел же это настоящее я смотрю что настоящий телефон вот это все здорово комод такой из красного дерева круто круто туда еще потом завтра заходите там все проходит там уже снимать неестественно уже нельзя да все это секрет это будет тайна как бы ребята так что может быть будет кому-то интересно я думаю зайдете это садовый дом вы я так понимаю недавно я даю начали все это переделывать а и здесь тоже комната до раздельные кроватки но здесь пока еще вещами сезон до непонятно на то что по старину в таком духе да зайдем вот эта комната будет стоить у нас 7000 до сутки на двоих или на троих 2 а будет тут телевизор короче здесь будет стоять до получается на стенке будет висеть телевизор и чай кофе там допустим как-то можно будет попить чай ничего все будет да ну как принципе в отелях да то есть тут будет прямо это вдвоем так хорошо там массаж там еще там дополнительно это уже дай отдельная услуга я так понимаю доп услуги будет стоить больше люстра вот реально такая старинная да сталинский мампир короче вот квартирка с выходом так вот непонятно окошко у вас остаться не все супер спасибо большое ладно всего хорошего до свидания вам спасибо опа да 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 мало . по бою ударить вот ребята выходим короче из этого подъезда пропитанный духом старины все прям так вот ну прям впечатляет сейчас идем кофе попить обязательно советую рекомендую посетить музей а если вы хотите здесь остановиться то вы только что видели какой я сделал видео обзорчику небольшую плане где можно остановиться прямо квартира булгакова на четвертом этаже а это на третьем этаже можете посетить музей и прочувствовать еще и сна ночью там там это обалденно а как тут нажимается все у нас квартиры не выпускает вот на этом автобусе по булгаковским местам также проехаться можно об этом я уже говорил собственно на другую камеру только да но мало ли это контент будет отдельный на столице смонтирую кай там у нас коровьев под бегемот как раз такая как бы это у нас получается скульптура да а что то я не пойму здесь народу нет никого или есть а пойдем туда зайдем ну кофе попьем узнаем чё почем кофе что так быстро все заходим все эти вещи зашли мы литератроны миссии перекусить вере не перекусите кофе попить юляшка пьет кофе я выпил лимонади к 150 рублей до 300 грамм 300 по-моему 300 в этом делу это паутинник это лимонад лимонад ретро да такой лимонад лимонад торгу да 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 именно граненый стакан ранен стакан такую какое свое время наш помнишь так визированные автоматы были когда кому по три копейки но до копейный аппаратный залива и украшение нужно сувенирчик заказать купить вернее визитница машинка счетная машинка галкоговские всякие сувениры магнитики ну там ретро лимонада предполтенек все без комментариев уходим ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, никто не пострадал? Этот трамвай мог поехать, друзья мои, но вам повезло, он никуда не поехал, потому что под него попала голова Берлиоза. Как ее отрезало, мы вам можем сказать, но это отрезали не мы и не трамвай, а может и трамвай. Когда мы поставили макет трамвая, буквально через пару недель вот эту голову найдут в подвале нашей музыки. Просто в подвале создавали театр. Делали этаж, допустим, и вот рабочий оттукнулся на голову. Мы потом выяснили, что голова изначально была на панику. Просто в советский период, когда меняли памятники, смена власти произошла, и старые памятники неактуальны. И меняли только голову. Упрощали процесс, отрезали у старого памятника. У нас старая тупочка, костюмчик старенький, на пересноне. Старенького владельца голова оказалась сейчас под трамваем. Рельса тоже, кстати, из подвала. Но рельса могла, понятно, попасть с садового кольца, потому что там ходил трамвай. По садовому кольцу там был трамвай на пути, можно ее разбирать, но как-то сюда нужно. Не ясно. Также в нашем доме вы сможете дозвониться до самого дьявола. Или до днемода. Или до экскурсовода. В общем, список персонажей Романа Мастер. Кремль на проводе. Ты куда будешь? Работает? Владимир Владимирович. Ну что, пойдем, Белешка? Угу. Все вроде так, хоть и менее, сняли. Все живающие, которые хотят посетить спектакль Мастер Маргариты. Вот, пожалуйста. 11 апреля. Театр Болубгакова. 19-я часть. Уходим. До свидания. Пойдем. Угу. Ребятушки, вот вы, короче, зашли мы еще на территорию. У меня что-то некорректно немножко работает стабилизатор. На территории Моссовета. Вот здесь вот. Не все коту Масленица всякие разные представляет постановка Виктор Шамиров. Такой типа скверика, да, здесь? Можно зайти, подойти поближе туда, посмотреть, что там сделано. А я не знаю, что там. Я здесь был когда-то очень давно. Еще, наверное, в 2000-2000, может быть, втором году. Где-то примерно очень давно. Уже прошло 20 лет почти. А здесь просто сквер. Или туда. Здесь, наверное, летом, наверное, какой-то типа фонтанчика, что ли, да? Ага. Скорее всего сделано. Такая тарочка интересная. Написано сверху что-то, да? Аквариум по-английски. Смотри, какие там ангелочки сверху. Это не памятник, это скульптура. Все, пойдем куда идти. Там же надо. Это скульптура. Вот, смотри, здесь что такое. Здесь туалет бесплатный. Есть бесплатный туалет на этой территории. Здесь вот так вот интересно сделано. Смотрите, как красиво. Ну вот, ребятушки, тут вот гуляем, гуляем. И вот интересная скульптура попадается. Вот смотри, здесь еще черт какой-то. Что это? Нарф играет. Нарф играет. Это все фонтанчики? Театр Моссовета. Пойдем, подойдем, посмотрим, что за звезды. Может быть, даже российского кинематографа бывает. И с ней играет очень часто в театрах. Можно зайти здесь, наверное, заход. Или здесь выход. Месяц в деревне. Странная история. Доктора. Ну это да, это эпизоды с разных театральных постановок. Иисус Христос. Римская комедия. Не все коту масленица. Можно зайти, посмотреть хотя бы что там. Там просто хотя бы театральные цены. Цены узнать. Иисус Христос суперзвезда. На сегодня все билеты проданы. На сегодня билет вот так вот. На сколько стоит вообще? На все билеты. А, это вот так вот выглядит театр, да? Угу. Ну расположение вот стены. А вот это все ряды. Там вылеты, там видео. Офигенно. Красиво. Давно я в таких местах не был. Ну все ребята, на этом все. Маленький обзор. Осоветов. Будем просвещаться. Нам рады себе. Сами еще ни разу не были в таких театрах. Я в театрах. Не, я тоже был в один раз. В детстве. Кстати в маленьком. Есть большой театр, а есть малый театр. С тех пор все. Я не театрал. Ребята, я неоднозначно был в этом музее. Неоднократно вернее. Неоднократно был в музее Булгакова, да? Вот на Садовой. Садовой 10. И советую обязательно всех сюда приехать. Кто будет в ближайшее время, там допустим где-то в Москве. Ну это я считаю, кто любит творчество произведения Булгакова, Мастера Маргариты, обязательно посещение. Да не только его творчество, вообще кто соприкасается с писательской деятельностью и так далее. Очень интересно, познавательно. И вот этот дух коммуналок и того времени прям вот классно. 200 рублей, я думаю, можно потратить. Кстати, литературный музей абсолютно бесплатно. Единственное, мы только заплатили за кофе. Кофе немножко обходится дороже, чем в обычных местах. 150 рублей, 150 грамм, 300 грамм, 300 рублей. В атмосфере, короче, такой булгаковской обстановки, атмосферы, там старые мебели, интересная мебель, такая ретро, что называется. Кругом прям так все сделано. А тархул, кстати, недорого обошелся, рублей 50 стакан, граненный, как в советское время. В общем, подписывайтесь на наш канал. Да, подписывайтесь на канал и желательно ставьте лайки. Хотя бы. Не желательно, оставьте только лайки. Да, следуйте за нами. Всем пока, до скорых встреч.